1 сентября уже близко и многие родители обеспокоены тем, каким образом будет проходить обучение детей в школах. В период обучения в общеобразовательных учреждениях будут проводить полную дезинфекцию помещений, а все необходимые для этого средства будут предоставлены Горсоветом. Об этом заявила директор профильного департамента Горсовета Елена Буневич. Однако масками школьников обеспечивать не будут, в отличие от преподавательского состава. Все средства, которые используются в школах, являются в строгом порядке рекомендованными Госпотребслужбой. Они закупаются за счет городского бюджета и тратить на это деньги не нужно. Что мы не покупаем? Мы не покупаем маски для детей. Причины две. Ну, во-первых, если тут простая математика. Если посчитать количество наших учеников, их около 100 тысяч, в день ребенку нужно 3 маски. Это 300 тысяч масок в день. Ни один бюджет, ни одного населенного пункта не выдержит такую нагрузку. И масками нам придется просить обеспечивать родителей. При выходе из дома родители должны измерить температуру своему ребенку и обеспечить его необходимыми средствами защиты. В школе такая же процедура будет проведена повторно. И если у ребенка зафиксируют температуру выше 37,2, дети будут ждать родителей и медицинскую помощь в специальном помещении. Каждый класс получит свой кабинет, в котором будут проводиться занятия. Контакт детей друг с другом предусмотрен только на переменах. Если вдруг город переходит в красную зону, и мы вынуждены будем ограничить вход в школы, в этом случае включается официальный сайт департамента образования. Мы уже записываем уроки. С 1 сентября они будут выложены по всем параллелям основным предметам. Мы это делали и в прошлом году, нам не привыкать. И банк данных мы дополним таким образом, чтобы за следующий учебный год у нас были в записи все уроки основных предметов. Ими можно будет пользоваться даже дополнительно, независимо от того, в какой форме проходит обучение детей. Для родителей, которые при определенных обстоятельствах не хотят отпускать детей в школу, найдена альтернатива. Городским советом создаются списки учеников для дистанционного обучения. При этом за учеником сохраняется место в оффлайн-школе. Предыдущий опыт дистанционного обучения значительно отразился на успеваемости всех учащихся. У депутатов городского совета есть сомнения по поводу эффективности проекта. Украинская Минская партия однозначно отстаивает позицию, что образование должно быть классическим, потому что никакое онлайн, никакое заочное образование не заменит живого общения. Поэтому я хочу сакцентировать внимание, что зависит от нас всех и просто от каждого эпидемиологическая ситуация в нашем регионе. Сегодня, к сожалению, мы в желтой зоне, но это все еще позволяет нашим деткам пойти 1 сентября в школу. Поэтому, да, ну, очень надеемся, что ситуация не усугубится, потому что, если мы говорим о старших классах, это очень сложно. Да, надеяться на самосознательность детей, что они будут заходить, учиться, делать домашние задания. А что говорить о младшей школе, о первом, втором классе? Это ведь огромная проблема, в первую очередь, для родителей. В университетах для обеспечения безопасности студентов ситуация аналогичная. Однако каждый вуз сможет самостоятельно определять форму обучения. Мы готовы в техническом плане. Это контроль температуры на входе, это наличие санитайзеров, наличие моющих средств. Это все, да. Но ведь, прежде всего, сколько бы мы чего ни делали, очень важно, как сами люди себя поведут. И тут мы ведем большую работу со студентами, не только в этом году. С каждым первым курсом, который приходит с 1 сентября, но в этом году они придут чуть позже, мы ведем работу, начиная от вопросов санитарии, гигиены. Пары для студентов старше второго курса стартуют по традиции с 1 сентября. У первокурсников будет немного больше времени на подготовку к новому учебному году. Студенты начнут образовательный процесс не позднее 15 сентября. Татьяна Бурумбей, Герасим Алексенков, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.